Елена Михалкова Глава первая. Анна Сергеевна Бережкова. Когда наконец-то купили дом напротив, я обрадовалась. Признаю, это нелепая постройка. С лёгкой руки, насмешливого Яна Прудникова, за ней закрепилось название «Сираль». Бывший владелец содержал то ли шесть, то ли семь наложниц и давал пищу для пересудов всему посёлку. Все огорчились, когда он оказался в тюрьме. Последние десять лет «Сираль» пустовал. Мне было жалево. Дома так быстро умирают, если в них нет человека. Больно смотреть. Каменные стены оплёл дикий виноград. Кровля некогда прекрасной оранжереи провалилась под тяжестью снега, а из балкона проросла берёзка, карикатурный синоним пальмы в горшке. В эстетике упадка есть своё очарование, но я испытала облегчение, услышав, что вскоре здесь будут жить люди. Их оказалось двое. Молодая семейная пара. Прекрасное соседство для старухи вроде меня. Впервые я увидела их в начале июля. Стоял жаркий, безветренный день. Особая тишина, тишина зное заполняла его. Я распахнула дверь, чтобы выпустить из комнаты осу. Мой дом очень стар, он рассохся, и в его стенах полно щелей. Однако из нас двоих в нём несоизмеримо больше достоинства. Я даже не могу назвать себя маленькой хозяйкой большого дома, хоть по документам он и принадлежит мне одной. Его истинные хозяева давно в могилах. Я кто-то вроде временного хранителя очага домового эльфа, если бывают эльфы с гипертонией и шейным остеохондрозом. Оса просочилась в кухню и танцевала над тазом с яблочным вареньем. Шершовые пчёлы, слепни, комары. Я стараюсь не убивать никого. У меня нет особых убеждений, лишь понимание, что жизнь — ужасно хрупкая штука. К этому неизбежно приходишь, когда и сам становишь всё хрупким, точно песочное печенье, которое передержали в духовке. Оса вылетела, зло жужжа, и я уставилась на пару перед моими окнами. Они стояли лицом к сиралю — высокий и широкоплечий мужчина с бритым затылком и светловолосая женщина. В том, как он обнимал её, было что-то странное. «Перенесёшь меня через порог?» — со смехом спросила она. Ответа я не расслышала. Вечером, разливая варенье по банкам, я сообразила. Его рука лежала на её плече расслабленно и равнодушно, словно под ней было не живое женское тело, а забор или столб. Через пару дней в дверь постучали. «Здравствуйте», — сказала женщина. «Мы ваши новые соседи». Её муж стоял на шаг сзади, принуждённо улыбаясь. По моей спине пробежал холодок. Не знаю, в чём было дело, в его глазах или в улыбке, или в том, как он возвышался за ней, словно отрезая жене путь к отступлению, но мне захотелось немедленно захлопнуть перед ними дверь и забыть о том, что я встречала этих людей. Вместо этого я пригласила их войти. За чаем они рассказали о себе. Его звали Антон Мансуров. Тридцать лет — собственный бизнес, две автомастерские в Москве и планируют открыть ещё одно. Загорелый, белозубый, с вертикально стоящими, точно густой кустарник, над крутым обрывом лба и сине-чёрными волосами. Пожалуй, красивый, если вам по душе люди с волчьими улыбками. Хозяин жизни. В этом нет ничего дурного, пока они распоряжаются только своей. У его жены руки были совсем детские, с обгрызенными ногтями. Наташа. Я сразу стала про себя называть её Агнешкой по имени своей детской игрушки. Агнешка — златоронная овечка, самое трогательное существо на свете. Простое личико, бесхитростная речь, в отличие от Мансурова, который дважды козырнул словом оксюмарон. Боже мой, какая славная девочка, думала я, и как странно, что она замужем за этим жёстким и кажется недобрым мужчиной. Отпивая чай, она сказала, что работала медсестрой, но уволилась пять лет назад, когда у них родился ребёнок. Я вздрогнула. «Ребёнок?» «Не знаю, отчего меня это так удивило». «Её зовут Лиза, а у вас есть дети, Анна Сергеевна?» Я покачала головой. В её глазах не появилось неуместного сочувствия, как это часто случается с молодыми матерями, слышащими о чьей-то бездетности. Они тотчас подыскивают бедняжки место в своей прямолинейной системе координат, где по оси Х откладывается количество детей, а по оси У – уровень счастья. Эти твердолобые голубки вызывают во мне такое же раздражение, как и адепты разнообразных теорий по классификации хомо-сапиенсов, доморощенные психологи, вульгарные толкователи душ. «А может, мне просто прийдет мысль, что я и впрямь с лёгкостью вписываюсь в трафаретный образ одинокой старухи?» Мы мимоходом коснулись воспитания малышки и обстоятельно побеседовали о восстановлении коттеджа. У Мансурова загорелись глаза, когда он стал перечислять, что намеревается сделать в саду. Вырубить деревья, выкопать бассейн, устроить детскую площадку с горкой. «А вы?» — спросила я Наташу. «Что бы вы хотели?» Меня не оставляло ощущение, что хотят они разного. Она подняла на меня ясный взгляд. «Я бы оставила всё как есть. Сад зарос и похож на сказочный. В детстве у меня была книжка...» У всех в детстве были книжки. Оборвал её муж. «Но живём мы в реальности. Ты ещё предложи бантик лисе повязать». Антон собирается пристрелить лису. Извиняющимся тоном, сказала Наташа. Они переносят бешенство. «Я прекрасно знаю эту лису. Она выходит к огородам на дальнем конце посёлка, чтобы таскать цыплят, но время от времени заглядывает и к нам. Стоит на границе леса, изредка поднимая остренькую мордочку и нюхая воздух. Мы все молча любим её, не признаваясь друг к другу. Даже владелец безвременно почивших куриных птенцов, грозившийся поставить на неё капкан, ограничился угрозами. Казалось бы, простой зверёк, лиса, но в том, что она прибегает к нам здесь, всего в полусотни километров от мегаполиса, и знает наш посёлок, и что-то размышляет себе в своей маленькой рыжей голове, во всём этом есть какое-то чудо. Однажды мне встретился лось. Я собирала грибы, когда он выплыл, ломая кусты, бурый ледокол, сминающий торосы, и сильно встряхнул обомшелыми рогами, словно пытался сбросить с головы невыносимую тяжесть. Увидев меня, лось пошлёпал мясистой нижней губой, как шамкающий старик, подбирающий слова для приветствия, неуклюже развернулся и побрёл обратно. Несколько дней я ходила, потрясённая этой встречей, будто мне доверили нечто бесценное, чего я не заслужила. А теперь, значит, пристрелить лису. Не нужно этого делать, сказала я с чрезмерной, кажется, сухостью. Лиса небешеная. А вам откуда известно? Удивился Мансуров. Она здесь своя. Он усмехнулся. Так и мы теперь тоже не чужие. Нет, вы чужие. Хотелось сказать мне, убирайтесь, откуда явились. Не смейте вторгаться в наш мир и начинать сугроз. Кто вы такие, чтобы убивать моих друзей? Да, чёрт бы вас побрал. Я одинокая старуха, у меня их наперечёт. Так оставьте мне мою жизнь с теми, кого я сама выбрала в спутнике. Когда Мансуровы уходили, я смотрела на них из окна. Он шёл твёрдо, как человек, всегда знающий, куда ступать. Она шла за ним след в след. На следующий день я собиралась в магазин, повторяя в уме перечень покупок. Сахар, корица, кефир, подсолнечное масло и свёкла для винегрета. Существует мнемонический способ запоминания подобных списков, и я пользуюсь им с тех пор, как обнаружила, что память начинает меня подводить. Итак, я мысленно легла в ванну, наполненную тёплым подсолнечным маслом. Искупавшись, намазала щёки свёклой, повалялась в корице, чтобы выглядеть загорелой, лихо втянула носом с кухонного стола две дорожки сахара. Криминальная чтива, вот мой неисчерпаемый источник знаний, и поплыла по кефирной реке в сторону магазина. Чем абсурднее визуальный ряд, тем крепче он запоминается. Я распахнула дверь, раздался чей-то вскрик и сразу ударил выстрел. Потревоженная воронья стая снялась с тополя и принялась, каркая, кружить над посёлком. Лиса! Я побежала очень быстро, о, только попыталась. Один рывок, и лодыжку пронзила боль. Я схватилась за перила, чтобы не упасть, добралась до калитки, подволакивая ногу и поковыляла к коттеджу напротив. Выстрел был один, вот о чём я думала. Антон Мансуров не тот человек, чтобы удержаться от второго, если зверь бежит прочь. Это означало, что ему хватило и одного. Анна Сергеевна! Я обернулась, чуть не плача, и увидела Яна Прудникова. Что с вашей ногой? Вы знаете, кто стрелял? Мансуров, Лису! Ян Валерьевич не из тех людей, которым приходится объяснять дважды. Он подхватил меня под руку и усадил на скамейку перед полисадником. Ждите здесь, я всё выясню. У дороги растёт пышный куст жимолости. Он закрывал мне обзор, и пришлось полагаться на слух. Шелест травы, трель звонка, испуганный женский голос и неожиданно жёсткий, Прудникова. Невдалеке из песчаного смерча возникла Ирина Тетерина. Она — рой разъярённых пчёл в обличье невзрачной, полноватой женщины средних лет, бывшего преподавателя по игре на фортепиано, растерявшего всех учеников. Если мир фальшивит, Тетерина лупит его линейкой по пальцам, пока тот не возьмётся за ум. Не люблю её. Она криклива, чудовищно самодовольна и, по большому счёту, не умна. Однако сейчас я была рада ей как никогда. «Это вы стреляли!» накинулась она на меня. «Побойтесь Бога, Ирина Юрьевна!» Стреляли у Мансуровых, кажется, в лесу. Она ринулась к коттеджу, и пронзительный голос разнёсся над улицей, перекрывая вороний грай. «Как вы смеете? Нарушение режима! Обеспечение тишины силами всех жителей!» «А чего вы мне выговариваете, как мальчишки?» «Это уже Мансуров». Я невольно усмехнулась. «Вот перед нами человек, выпустивший наружу ядовитых пчёл. Старожил не сделал бы такой ошибки». «Вы и есть мальчишка! Не смейте перебивать меня, я не договорила! Вы знаете, с кем разговариваете?» «Вы здесь никто! Как влетели, так и вылетите!» «Добьёмся на собрании!» «Прецеденты!» «Невероятная наглость!» Перекричать или переспорить Тетерину невозможно. Каждое слово её винчивается в вас и жалит, пока вы бестолково отмахиваетесь и пытаетесь найти способ остановить это безумие. «Четыре почётных грамоты от мэрии!» Ярила Стетерина. «Благодарность от родителей!» О, перешла к заслугам перед Отечеством. «Бегите, господин Мансуров, бегите!» Рядом со мной опустился на скамейку прудников. «Живая!» Сказал он, отвечая на невысказанный вопрос. «Я отведу вас в дом, Анна Сергеевна!» «Ерунда!» «Если не жалеете себя, пожалеете мои уши!» Даже сквозь закрытые окна было слышно, как Ирина Юрьевна отчитывает супружескую чету. «Вы уверены, что леса спаслась?» Спросила я. «Абсолютно!» Его жена закричала и спугнула зверя. Стрелок был очень недоволен. «Что вы ему сказали?» Прудников махнул рукой. «Пустое! На ногу наступать можете?» «Могу! Мне уже лучше, честное слово!» Это была правда. Как только я услышала, что выстрел не поразил цель, боль ослабла. «Какой отвратительный человек!» Вырвалась у меня. «Но чем ему досадила лисица?» «В том-то и дело, что ничем!» «Мансурову взбрело в голову, что она бешеная!» «Если смотреть на вещи непредвзято, в этом есть зерно истины», согласился Прудников. «Здоровые лисы крайне редко выходят к людям, наше удивительное исключение. Откровенно говоря, я подозреваю, что это не лесной зверь. Возможно, она жила в клетке у кого-то на даче, а потом сбежала и теперь бродит неподалеку от человеческого жилья. Надеюсь, он не начнет снова палить в нее, пробормотала я, думая о своем. А вдруг она больше не придет?» «Придет», — успокоил Прудников. Он оказался прав. Лиса появилась на третий день. Будто, услышав мою тревогу, вышла из леса с нашей стороны, постояла с полминуты и вновь исчезла в зарослях. Радость от ее возвращения меркла при мысли, что Мансуров не оставит ее в покое. Такие люди не терпят поражения. Меня не лишили моего маленького друга, но теперь все наше общение было отравлено страхом. Я говорю наше общение, прекрасно сознавая, как комично звучат мои слова. Лиса знать не знает о моем существовании. Иное дело — кот. «Когда-то у меня был свой кот. Его давно нет, а я все не могу избавиться от привычки прятать шнурки внутрь ботинок и отодвигать тарелки от края стола. У него часто выпадали усы, и я находила на полу длинные белые стрелы. Недавно заметила под креслом одну такую и обрадовалась. Кот приходил, забыв на мгновение, что он умер четыре года назад. Конечно, это оказался просто высохший стебелек, вдруг просиявший в солнечном луче. Мне хочется думать, что ушедшие любимые иногда посылают нам весточки. У них там сложности со связью, они вынуждены обходить главного ангела по цензуре, и потому их послания бывают загадочны и мало напоминают письма. Но тот, кому адресовано, поймет. Мне хорошо здесь, я по-прежнему усат и прекрасен, не скучай, не плачь, не плачь. Я сохранилась, стебелек на полке. В начале весны на моем пороге объявился гость. Безухий бродяга с желистым телом и савинными глазами. Он сидел под кустом чубушника, когда я вышла с мусорным ведром и канул в темноту, едва я шагнула к нему. Но вечером снова возник на крыльце. Длинный, как у ящерицы, хвост свисал с перил. Кот горбился и смотрел из-под лобья. Я вынесла ему овсяные каши, в которую покрошила курятину. Бродяга дождался, пока я отойду, и с рычанием ринулся в миску, как коршун на добычу. С тех пор он наведывается раз в пару дней. Я не стала придумывать ему кличку. Мы даем имена, чтобы присвоить того, кто их носит, сделать частью своей жизни. Дожив до семидесяти, я пришла к тому, чтобы дать не только себе свободу от других, но и другим свободу от себя. Пусть даже этот кто-то всего лишь бездомный кот. Между коттеджем Мансуровых и соседним есть тропа, выводящая к лесу. Каждый день, если позволяет погода, я хожу этим путем. Сперва вдоль забора меня встречают одичавшая малина, полынь и светло-желтые мордочки львиного зева под ногами, чуть поодаль душистая земляника. Идешь, и долговязый дудник распахивает над головой белые зонтики, возле которых вьется безобидная мушкара, а мышиный горошек, обвивший штакетник, кивает синими головками. На опушке пламенеет одинокий куст Барбариса, дозорный на границе лесных владений. А за ним просторная дубрава, где заросли сныти в тенистых овражках и папоротнике, и лещина с гроздьями молочных орехов и тяжелыми, как рыбачья сеть, паутинами. Ах да, и клещи. В среду утром я выпила свой чай с булочкой, дошла до тропы и в недоумении остановилась. Проход между заборами был перегорожен оцинкованным профнастилом. «Стучать не надо!» громко отозвались с крыльца. Поверх забора на меня смотрел Антон Мансуров. «Это ваших рук дело?» растерянно спросила я. Надоело, что все таскаются мимо. Он спустился и подошел к приоткрытой калитке. «Все же любопытные, всем поглядеть надо, что у нас в саду. А мне, может, голышом гулять хочется». «Но это не ваша территория, это общественная. Такой же проход есть возле тетеряных, спросите у любого, вам скажут». «А мне зачем спрашивать?» Мансуров искренне удивился. «Кому не жалко, что на него пялятся все, кому не лень, тому флаг в руки». «Так поменяйте забор, но сплошной». «Займусь этим на следующий год, а пока будет так». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok